Большой Гимал, родина малых народов, в том числе селькубов. И добраться до них непросто. Для этого нам понадобится минимум три вида транспорта. Самолет, другой самолет и катер. Сейчас мы находимся где-то в середине пути и отправляемся из Тюмени в поселок ТОЛЬКО. Вечер плачет за окном. Тихо. Из Тюмени в ТОЛЬКО летают небольшие самолеты Ан-24. Обстановка в салоне очень камерная и почти домашняя. Есть три с половиной часа, чтобы отдохнуть и поспать. Аэропорт в ТОЛЬКО сравнительно новый, но взлетная полоса грунтовая, точнее песчаная. Из-за этого аэропорт действует не круглогодично и в межсезонье сюда можно добраться только вертолетом. Как говорится в тайге одна дорога вдоль реки. В нашем случае это река с емким названием ТАСС и по ней нам предстоит пройти еще примерно 200 километров. По течению пойдем, против течения пойдем. Примерно три часа нам идти по реке. Субтитры сделал DimaTorzok Впечатления расскажите свои. Ну что, вот такое здесь лето. Всего 7 градусов. Смотрите, ощущается еще холоднее. Но зато нет комаров. Ну что, почти три часа на моторной лодке и мы прибыли в стойбище Каралька. Говорят, уже здесь живут селькупы. Сейчас постараемся с ними познакомиться, ну и вообще посмотрим, чем занимаются местные. Если честно, очень холодно. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Спасибо. Как живете? Нормально. В чем занимаетесь здесь? Сижу. С лупами. Игорь Николаевич местный старожил. Глава большого семейства. Он живет на стойбище круглый год. Здесь же живут его сыновья. Кто-то постоянно вместе с семьями, а кто-то приезжает на выходные. Держит работу в поселке. Игорь Николаевич любезно согласился провести экскурсию по стойбищу и рассказал нам, как устроен быт. Стойбище Каралька – традиционное селькупское поселение. Оно расположено в лесу на берегу реки. Для жилья построены деревянные избы. По одной на каждую семью. Для хранения продуктов есть специальный лабаз. Обустроена уличная кухня. Живут местные жители охотой и рыбалкой. Тайга кормит. Некоторые семьи держат небольшие стада оленей. Но Игорю Николаевичу с ними уже тяжело управляться. Дети, конечно, помогают по хозяйству, но у них уже совсем другая жизнь. Между поселениями селькупов есть такая шаман гора. Легенда гласит, что если подняться на нее быстро, с первого раза легко, то жизнь будет длинной. А если остановиться посередине, то, видимо, не очень. Сейчас попробую. Да, поэтому я ни разу туда не ходил. Давай, жизнь должна быть очень длинной. Как же падение? Какое падение? Падение будет сейчас, когда я вниз пойду. Но легенда о падении, когда спускаешься вниз, ничего не говорит. Я схалтурил немного, не дошел пару метров. Помру, значит, где-то в старости глупой, нелепой смертью. Рыбалка. Рыбалкой живет каждый сельку. Сейчас мы видим проверять сети. Вчера их забросили. В общем, узнаем, будет ли у нас сегодня обед. Щучка сейчас будет вот такая. Мы ее снимем. Ну, здесь щуки нет, но чуть дальше еще проедем. Там точно будет. И не одна. О, вон она, вон она. Щука. По сравнению местных жителей, самая удобная для готовки рыба. Из нее можно придумать несколько десятков блюд. Даже котлеты. Мы готовим щуку чопс. Свежую рыбу разделывают и насаживают на острые палочки, наподобие шампуром. Затем их втыкают землю возле костра и время от времени прокручат. Всего несколько минут и можно дегустировать. Ну что, готово? Да, да, готово. Давайте пробовать. Она горячая, конечно. Да. Сочная? Костки аккуратные. Костки аккуратные. Свежак. Очень сочная. В городе такую не найдешь. Ну. Рыба – основа рациона селькупов. Больше всего здесь ценятся чир, муксу, нельма. Рыбу жарят, солят, коптят, сушат, добавляют в пироги. Помимо рыбы селькупы едят птицу и мясо. Жители тайги – прекрасные охотники. На столе, особенно для гостей, всегда богатое угощение. Так здесь принято. Вы все знаете их местоположение? Сколько их получается? Или нет точного числа? Ну, когда бывают, они в одно стойбище собираются несколько семей. Поживут вместе, потом разъезжаются по разным стойбищам. То друг к другу переезжают. Вот так вот. А вы не разговариваете на селькупском языке? Я все понимаю. Но не могу говорить, когда там по делу. Но так не разговариваю. А как ты так научились? А я селькуп. А, вы тоже селькуп. Понятно. До ближайших соседей у селькупов, как правило, 20-30, иногда 50 км. Здесь нет вывесок, указателей. Но, как правило, все местные знают их адреса. Вычислить это несложно. У берега обычно припаркована лодка. Сейчас мы подходим к стойбищу Хэйкэ. Привет! Жека так представился наш новый знакомый оленевок. Он присматривает за стадом 100 оленей. По местным меркам это много. В отличие от других народов севера, селькупы живут в лесу. И пасти здесь оленей намного сложнее. На палки не наступайте, хруст будет. Чтобы защитить стадо от диких животных, селькупам приходится строить большой кораль и постоянно проверять периметр. На стойбище часто заходят непрошенные гости – медведи и волки. Олени хоть и живут рядом с человеком, достаточно пугливы. Подойти к ним поближе – целая наука. Это Маша, а то пугает их. Это у нас Кишин. Это будет уже… Мы уже знаем, когда уже открыть. Забор уже откроем. Там откроем и там на зимнике. И они уже сами будут ходить. Никуда они не убегут. Ничего с ними не беспокоишься. Сами придут домой. К сожалению, таких хозяйств, как Ушеки, с каждым годом становится все меньше. Лесные жители перебираются в поселки, а тайга пустеет. Но среди местных жителей есть и те, кто никуда не собирается переезжать. Это их земля. Земля, на которой они выросли. И на которой будут жить их дети. Музыка Улететь с берегов реки Таз порой оказывается труднее, чем добраться до сюда. Сначала на вертолете в город Таркасале. Оттуда на такси в Новую Ренгой. И лишь потом в Москву на самолете. Ну что, это было классное путешествие. Пока. Селькупы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова